Лечение острого панкреатита отличается в зависимости от вида заболевания, потому что выделяют острый панкреатит и хронический. Если говорить об остром панкреатите, то до 90% случаев имеют легкую форму и заболевание проходит в течение 3-5 дней на фоне внутривенных введений препаратов, таких как противоязвенные, спазмолитики, банальная водная нагрузка в виде водно-солевых растворов, приводит к полному выздоровлению пациента. К сожалению, у 10% пациентов острый панкреатит носит тяжелую форму. Она характеризуется стадийным течением и начинается терапия также с инфузионной. Но, в отличие от легкой формы, внутривенные введения препаратов не приводят к быстрому излечению пациентов. На это требуются недели, временами и месяца. И где-то со второй-третьей недели, к сожалению, участие больных к воспалению в поджелудочной железе, а именно это истинный панкреатит, о чём говорит окончание ИД, воспаление в поджелудочной железе, то есть через 2 недели от начала заболевания панкреатит уже носит инфекционное осложнение, гнойно-септическое осложнение, развиваются. И в этот период заболевания подключается обязательно антибактериальная терапия, и пациенту может понадобиться операция. В зависимости от того, какой объём повреждения железы, насколько хорошо иммунная система самого пациента борется с заболеванием, возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, всё это определяет хирургическую тактику лечения панкреатита. Потому что, как я говорил, у кого-то лечение заключается просто в внутривенном введении препаратов, кому-то требуются расширенные, объёмные хирургические вмешательства, а порой и не одно. И лечение в этом случае затягивается на долгие месяцы. И говорить о полном выздоровлении пациентов, перенесших тяжёлую форму панкреатита, или, как говорят в народе, панкреатит, некроза, не приходится. Что же касается хронического панкреатита, то это, как явствует из названия, заболевание, которое развивается длительное время, носит хронический характер и периодически рецидивирует. Рецидивирует хронический панкреатит в виде обострений или острого панкреатита. Это два взаимозвязанных состояния. Если в первом случае требуется неотложная помощь и лечение стационарное, то в случае хронического панкреатита требуется лечение и наблюдение у гастроэнтеролога, соблюдение диеты, постоянный приём таблетированных форм препаратов. Прежде всего, это ферменты поджелудочной железы, которые участвуют в пищеварении. То есть, по сути, мы при помощи таблеток протезируем функцию экзокринную поджелудочной железы. Длительное течение хронического панкреатита и с частыми обострениями зачастую приводят к формированию внутри полуджелудочной железы кист и нередко камней, расширением версунгового протока. Все эти осложнения, перечисленные, требуют хирургического лечения. И если кисты могут быть излечены успешно при помощи пункции под контролем УЗИ, то образование камней в протоках поджелудочной железы, либо расширение этих протоков, как правило, требует расширенного хирургического лечения и операции. Операции могут быть выполнены как лапароскопически через проколы, так может потребоваться открытая операция лапаротомная при помощи разреза. Какой вид операции выбрать, естественно, уже определяет специалист при консультации, основываясь на данных дополнительных методах диагностики, таких как УЗИ, КТ, МРТ. Хирургическое лечение острого панкреатита, как я говорил, это, по сути, борьба с гнойно-саптическими осложнениями. При формировании жидкоистных структур, при их инфицировании, требуется удалить этот очаг инфекции, этот гдемик, дать доступ наружу. Зачастую это удается сделать мини-инвазивно, установив дренаж, тоненькую трубочку под контролем УЗИ. Если этого не удается сделать, то, к сожалению, приходится делать обширное хирургическое вмешательство, расширенное. По сути дела, все то же самое. Мы должны всего лишь дать отток инфицированному задержимому, которое собралось в области прожелудочной железы наружу. К сожалению, прожелудочная железа располагается в центре, в глубине. Поэтому, если не удается поставить, наладить отток этой жидкости наружу функционно, через прокол маленький, то приходится делать достаточно большую травматичную операцию. При хроническом панкреатите наиболее частые операции, связанные с нарушением оттока секрета прожелудочной железы, панкреатического сока, в двеносиперстную кишку. Наиболее частая операция – это операция Фрея, когда трое названий этой операции – продольная панкреатая и юностомия. И это формирование, по сути, нового пути оттока секрета поджелудочной железы в кишку. Чаще всего эти операции выполняются лапаротомно. Хронический панкреатит может осложняться формированием кист поджелудочной железы. Кисты поджелудочной железы – достаточно частая патология, доброкачественная патология. Их лечение связано с дренированием. Если киста, скажем так, молодая и имеет тонкую стеночку, то при дренировании или при эвакуации жидкости из нее она спадается. Кисты поджелудочной железы могут появляться как после перенесенного острого панкреатита, так и являться осложнением хронического панкреатита. Киста – это жидкостная структура в области поджелудочной железы. И в зависимости от толщины стеночки кисты, она может либо спасся, как воздушный шарик, после того, как мы выпустим из нее всю жидкость, либо оставаться достаточно плотной, как теннисный мячик, как бы мы ни старались из него воздух выпустить, он сохраняет свою структуру. И если стенка железы достаточно толстая, и уже есть этот процесс, длительное время проистекает, то просто дренированием, просто выпустив жидкость, к сожалению, помочь пациенту не удастся. И в этом случае требуется операция, которая будет связана с тем, что мы дадим отток жидкости либо в желудок, либо в кишку. Использование ферментных препаратов является обязательным при лечении хронического панкреатита. Нужно понимать, что это не витамины и не безопасные препараты. И использовать их стоит исключительно по назначению врача. Длительный прием ферментативных препаратов, по сути, детренирует железу поджелудочную, и она перестает вырабатывать ферменты пищеварительные в принципе. Поэтому надо понимать, как длительно, в каких дозировках эти препараты принимать. И самое главное, как грамотно отказаться от приема этих препаратов. Потому что зачастую просто бросить их прием не самая лучшая идея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok